Мои братья по оружию. Участие в военных действиях Протасевича, часть СМИ и телеграм-каналов, преподнесут как журналистскую деятельность, мол, его оружием был не автомат, а слово. Но фото и видео подтверждают, он воевал. И Протасевич сам это докажет данными из своего же гаджета. Когда на Донбассе поутихло, он перебрался в Евросоюз. И особенно отличился в последний год, когда на пару с другим террористом Степаном Путило организовывал и координировал акции протеста. В последние месяцы Протасевич занимался экстремистскими телеграм-каналами. София Сапега, с которой он летел из Афин в Вильнюс, самая, что называется, боевая подруга. Она редактор экстремистского телеграм-канала, который публикует личные данные госслужащих силовиков, а также сливает в сеть адреса и телефоны их родных и близких, и даже детей. В ее гаджете обнаружат более 80 заметок такого характера, уже готовых к публикации. В автобус Протасевич зайдет в 14.02. Буквально сразу же будет сделан его снимок, который Вечерка опубликует в 14.35. Ответа на главный вопрос, кто мог сделать это фото и переслать, у Протасевича нет. Есть догадки. Я уже успокоился, просто начал дышать. Я сказал, что как только самолет будет уже превосходить на земля, моментально об этом сообщить, пусть он будет. Встреча не за империю, но автобус был бирком забит, поэтому я не стал в ней прорываться. То есть я не хотел там стоять, я бы с ней разговаривать. Надежда на то, что, ну, если меня задерживают, то, может, ее не задерживают, и, как минимум, но все, выойдется хотя бы для нее. Вот, поэтому я с ней не контактировал. И я не видел там, снимали ли меня, не снимали. Я уже потом, когда вот в здание аэропорта ехал, уже стоял к заду, и видел, что кто-то из солны снимал. Вся эта внештатная ситуация с Боингом обрастет множеством слухов, домыслов, и очень много будет фейков. Пришла пора дать ответы, а заодно вывести на чистую воду тех, кто спекулировал на ситуации и кормил доверчивых пользователей откровенным враньем. Сообщение о минировании пришло только в Минский аэропорт. В аэропорт Минска первый раз письмо пришло в 12.25. Через полчаса в 12.56 его прислали повторно. Такое же сообщение с аналогичным содержанием пришло и в аэропорт Вильнюса. Глава бюро криминальной полиции Литвы Роланда Скишкис этот факт подтвердил. На следующий день после случая с рейсом Афины Вильнюс был задержан вылет из Минска во Франкфурт авиакомпании Люфтганза. Причина та же. Сообщение о теракте, которое пришло на электронную почту. По поводу рейса из Афин греческий аэропорт ответа не дал. Поступало ли к ним подобное письмо. Зато в Греции опровергли другой фейк. На борту самолета были агенты КГБ? Они сошли в Минске? Премьер-министр Греции Кириакос Мицетакис назвал безосновательными такие слухи. На борту не было агентов КГБ, которые якобы заставили сесть лайнер в Минске. Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса. Это лучший ответ главе авиакомпании Ранэйр Майкл О'Лири, который, и даже суток не прошло, уже провел свое расследование. Мы считаем, что есть какие-то агенты КГБ, которые сошли из аэропорта. Так что вы понимаете, что есть агенты на борту? Майкл О'Лири также пояснил, подобный инцидент с его компанией первый, однако у главы Ранэйр короткая память.